доброе утро это трасса киев одесса впереди киев одесса остановился на дороге побуждаемый искренним желанием дать вам очень хороший совет для тех кто хочет построить большой серьезный бизнес сетевой индустрии этот совет может оказаться очень полезным и позволит вам избежать серьезных потерь во взаимоотношениях со своими дистрибьюторами о чем речь очень долгое время я под гнетом ответственности и желание помочь своим нижестоящим дистрибьюторам был неспособным противостоять их просьбам очень часто ко мне обращались дистрибьюторы и о чем-то просили то ли они просили меня о том чтобы я их снабдил деньгами на приобретение пакета или продукта то ли они просили меня о том чтобы я им помог сделать квалификацию и о больших деньгах просили то ли они просили меня пустить их незаконно на какое-то мероприятие куда они не имеют права попадать потому что не выполнили промоушен то ли они просили подписать под себя кого-то то ли они просили сделать звонки своим друзьям то ли еще да мало ли о чем просили в нарушение правил бизнеса и этических норм мои партнер и я был настолько вот озабочен чтобы им помочь чувствовал эту груз ответственности и но ну отказать не мог часто иногда отказывал но чаще всего я сопротивлялся мне было неудобно неловко меня корежила колбасила я понимаю что это неправильно что так не должно быть но мне казалось неловко отказать своему человеку и потом я много раз убеждался что это сделал зря что я тем самым негативно повлиял на его бизнес и нельзя было этого делать например снабжать деньгами человека свой бизнес он должен сам принимать решение неудобно ну что ты жлоб злой или ты какое не любишь меня или ты жадно или ты я тебя ты ко мне равнодушен я за что не твой партнер ну что такое и вот это вот нытье и но не над меня вот вот колбасит и неудобно и я ему давал потом жалел и это продолжалось достаточно долго и каждый раз когда я это делал я убеждался что в очередной раз я угробил человека по сути дела самое страшное я запускал запускал процесс который начинал дублицироваться вниз они делали то же самое и вдруг до меня дошло постепенно но вдруг дошло но постепенно я освоил это и начал применять сейчас я смело и решительно без всяких затруднений когда я считаю что надо сказать нет я смело и решительно повторяю говорю нет не дам нет не сделаю нет не пущу нет не могу нет понимаешь нет прямо глядя в глаза с гордостью за себя и с любовью к нему и с пониманием что сейчас я им приношу пользу я приучил себя к мысли что когда мне надо сказать нет я должен думать не о себе а о нем я приучил себя к мысли что вот это нет помогает ему в большей степени чем мне потому что некоторым я даже раз не нет потому что я не хочу запускать механизм неправильных действий я не хочу чтобы ты думал что то что ты просишь правильно и чтобы ты делал так же когда тебя будут просить я не хочу чтобы ты оказался в таком положении что нельзя давать тебя просит твой партнер ты понимаешь что нельзя но ты не можешь не дать потому что твой спонсор ты тебе дал твой спонсор то не был таким черствым сухим казенным как ты и я не хочу ставить тебя в такое положение я забочусь о тебе потому что я тебя люблю потому что я хочу чтобы я был бизнес класс чтобы у тебя все развивало чтобы не было ошибок поэтому нет не дам пошел вон нет не дам легко мне стало удивительно легко когда я стал думать об этих людях об их истинный интерес это очень важный момент новички имеют такую тенденцию не будучи в силе дать денег на контракт новенькому все вы потеряли человека я сейчас не буду этим оказаться развивать и вы потеряли человека вы потеряли деньги вы завершили большую ошибку но самое главное даже если этот человек не пропадет сразу он будет делать точно так же и рано или поздно будет натыкаться на людей которые 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 угробят его бизнес вот так вот поэтому надо иметь смелость и силу говорить когда надо нет нет это очень хорошее слово нет нельзя так нельзя нет неловкость неудобство нежелание портить отношения с близким человеком с твоим дистрибьютором можно преодолеть если ты сам себе и ему в том числе можешь сказать я делаю так я говорю тебе нет потому что я заботюсь о тебе и когда ты попадешь в такую ситуацию ты смело скажешь нет мой спонсор меня научил нет надо валить все на спонсора валите на меня и говорить а мой спонсор сказал в такие случаи денег не давать а мой спонсор сказал не пускать а мой спонсор сказал нет и вам будет легко и ваш бизнес будет развиваться Человека надо ставить в такое положение, чтобы он нес ответственность за свою жизнь За свой бизнес, за свои поступки Нельзя взгромождать на себя его проблемы Я ясно изложил то, что я хотел сказать? Надеюсь, вы поняли Нет, очень хорошее слово Нет, когда нельзя смело С заботой о ваших людях Желаю вам удачи